Многие привыкли видеть клуб «Металлург» лишь на домашнем поле, но в сезон спортсмены часто играют и на выездных матчах. Девятая игра чемпионата России по мотоболу проходила во Владимирской области. Погрузили мотоциклы и полный энтузиазма видновчане отправились в путь. «Металлург» всегда отличала сплоченность. В команде царит дружеское настроение, поэтому в поездке ребята решили совместить приятное с полезным. По пути остановились в музей мотоциклов, где увидели интересные ретро-экземпляры. У нас даже эти моторы в 1992 году были. Александр Иванович Царев в то время во Франции играл. Когда они пришли, говорит, мотор посильнее, чем «Ротокс» ехал. Австриевский, новый. Удобный мотоцикл, но мы уже… А сейчас еще удобнее. Сейчас надо кушать побольше, чтобы держать его. Конечно, удивляемся, как раньше играли. Сейчас вообще другие мотоциклы. Конечно, восхищаемся нашими дедами, как играли на такой технике. Зарядились положительными эмоциями и вдохновились на игру. Матч с Ковровцем был последним в рамках отборочного этапа. Сейчас прошел двухкруговый турнир. Вот первые три команды, которые заняли во дворечном этапе первые три места, в каждом из этих городов будет турнир. Вот первый в Ипатово, второй в Кирпильске, который третий место занял. И первое место в Металлурку в Видном. Последний турнир 16, 17, 18 сентября. Последний финальный турнир будет в Видном. Конечно, вне дома играть нелегко. Тем более в Коврове совсем другие условия. Стадион побольше, а самое главное покрытие. Асфальт присыпан песком. Мотоциклы скользят. Видновчане к этому не привыкли. Однако Металлурк показывает хорошие результаты. Середина матча, а счет уже 3-0. К этому полю мы готовились дома. Специально засыпали, такое же делали скользкое. И брали тактические варианты из хоккея, противоход. Очень интересные моменты. И они сегодня получались не для жесткого поля, а именно для скользкого поля. Все ребята именно работали по указанному плану, по тактике, которую мы нарабатывали. Команда «Ковровец» всегда была для Металлурга сильным соперником. Но сейчас состав клуба обновился. Теперь игроки очень молодые. Но, как отметили видновчане, быстро набираются опыта. Финальный счет встречи 5-0. Ребята все молодые, как на подбор. И у них свой почерк игры. Похож на европейский мотобол. Играют очень комбинационно в пас. Стоят четвером все в защите. Ну, интересная команда. Я думаю, что она будет прогрессировать, расти. Думаю, что скоро будет в тройке она. Счетом довольны? Счетом 5-0, да. Отлично. Впереди серьезные игры, впереди плей-оффы. Нужно себя поберечь. В этом сезоне «Металлург» не проиграл ни одного матча. И вновь ребята привезли домой победу. Но опять отправились в путь. На этот раз в Ипатово, что в Ставропольском крае. 31 августа видновчанам предстоит встретиться с местным колосом. Игра, предположительно, пройдет без зрителей. Юлия Пагасиан, Сергей Ларин и Катерина Давлятова. Видно этого.